Администрация Серпухова продолжает бороться с несанкционированными торговыми объектами. Специально созданная комиссия объехала город и снова выявила несколько точек, где незаконно ведется продажа товара. Несанкционированная торговля. Искоренить этот феномен на улицах Серпухова довольно сложно. Точка номер один. Угол пересечения улиц Ворошилова и Горького. При виде камеры команда бабушек и маргинальная особь женского пола, продающая перец с помойки пятерочки, собираются быстрее, чем солдаты в казарме. Своё имущество забирают не все. Бесхозную коробку бросить в Урму пришлось сотруднице администрации. Немного позже парочку перебежчиков камера находит неподалёку, в тени на тротуаре. Охнув от неожиданности, женщина собирает пожитки и инстинктивно снова направляется в сторону любимого угла. Одно из самых злачных мест несанкционированной торговли – улица Чернышевского. Пользуясь покровительством магазинов, уличные завсегдаты занимают насиженные места. При виде камеры разбегаются кто куда. Убедить их в том, что торговля как таковая не запрещена, не представляется возможным. Про специально отведённые бесплатные места слышать не хотят. Как и понимать того, что они нарушают закон. Для торгующих физических лиц в городе отведены бесплатные места. Одно из них возле торгового дома Чернышевский. Хотя о нём, похоже, не все знают. Эта женщина торгует на рынке садовод. Здесь, как и на сельскохозяйственном рынке, отведены места для пенсионеров и физических лиц. Придут или не придут – это вопрос времени. Итоги работы комиссии по несанкционированной торговле показали, что положительный результат есть. Одно из самых базарных мест у стен магазина «Пятёрочка» возле вокзала сегодня является собой свободную зону. Здесь чисто пешеходный тротуар свободен. Работа эта проводилась систематически в рамках рабочей группы СМВД, ФМС, административно-технический надзор. Проводили разъяснительную работу среди граждан. Рассказывали, что предусмотрена административная ответственность, кодексом об административной ответственности. Объясняли гражданам, почему нельзя торговать на улице. Работа комиссии проводится регулярно. В отношении индивидуальных предпринимателей, нарушающих правила торговли, будут применяться штрафные санкции. С физическими лицами будет продолжена разъяснительная работа.